привет всем друзья рад приветствовать вас на своем канале сегодня в данном уроке попробуем нарисовать вот такой вот арбузик стиле flat ну я так предполагаю что это что-то близкое к стилю flat к так называемому плоскому стилю вот поработаем с цветом поработаем с формами довольно все просто и легко сейчас расскажу итак первым делом мы создаем новый документ так я уже там создал файл новый размер там любой ну пусть будет 1000 на 1000 палитра rgb разрешение 300 точек на дюйм создать вот он наш артборд первым делом нам нужно взять цвет вот с этого изображения как это можно сделать так пусть будет допустим вот такой у нас можно сделать через инструмент пипетка он вызывается соответственно нажатием соответствующей иконки на панели либо клавишей ай на английской раскладке клавиатуры все вот он наш инструмент пипетка берем из нужного места наш нам цвет вот красный заходим в него и вот он код копируем этот код кроме того можно этот цвет взять следующим образом вот у нас изображение сгруппировано поэтому мы берем белую стрелочку нажимаем прямое выделение и нужную часть изображения нам выбираем но вот пусть в данном случае красная также заходим копируем этот код заходим уже в наш новый документ здесь мы убираем обводку в заливку добавляем наш код и вот он наш цвет готов так предлагаю нарисовать сначала основную форму делать мы это будем через инструмент многоугольник который вызывается нажатием соответствующей иконки на панели здесь вот прямоугольник эллипс многоугольник звезда то есть мы зажимаем кнопочку левой кнопкой и появляется вот этот раскрывающийся список выбираем инструмент многоугольник в любом месте артборда нажимаем левую кнопку мыши и здесь задаем число сторон ну в данном случае 3 так как у нас там треугольник в основе формы и радиус ну пусть стоит 50 пикселей мы сейчас его подредактируем нажимаем окей вот он треугольник создан увеличим его потянув за соответствующий маркер через alt и shift то есть он будет из центра и равномерно во все стороны растягивать если просто через через shift то будет не из центра работать вот видите да это без альта а это с зажатым альтом то есть из центра во все стороны равномерно так мы сделаем его немного немного более вытянутым потянем за соответствующий маркер вниз теперь нужно сделать нужно сделать вот этот вот полукруг выбираем инструмент эллипс также на этой же панели в этом же раскрывающемся списке либо клавишей эль английской расклад клавиатуры переходим в центр нашего треугольника в центре его основания и из центра рисуем некий эллипс до краев треугольника отпускаем левую кнопку мыши вот почти готова видите у нас здесь такой некрасивый переходик выбираем обе фигуры треугольник эллипс выбираем мой любимый инструмент создания фигур которым очень удобно обрезать лишнее из зажатой клавишей alt убираем лишнее наводим на ту область которую нам нужно убрать ну допустим если нам на так нагляднее вот эту допустим убираем и как все просто и легко через alt но нам нужно вот этот кусочек убрать также через alt убираем все вот основная форма готова предлагаю объединить это в одну фигуру выбираем окно обработка контуров либо если она у вас здесь здесь вот нажимаем такую иконочку обработка контуров и выбираем соединение нажимаем соединение все наши две фигуры стали и единым целом сразу наверно отцентрируем вот теперь нужно создать вот эту вот зеленую корочку это можно сделать следующим образом выбираем основную форму копируем ее control c control f на английской клавиатуре control f он вставляет на то же место откуда мы и взяли то есть если мы допустим нажмем control c и нажмем control v он ставит ну вот в какое-то место холста а если мы нажмем control c и control f он поставит четко на то место где откуда мы его и скопировали помещаем так и у меня слои не туда этого панели окно слои вот наши две формы нижние выбираем и убираем заливку ей и добавляем обводку обводочка нам нужно зеленого цвета также мы через пипетку выяснять выясняем что за цвет у нас здесь заходим вот этот код копируем и этой обводке задаем этот цвет зеленый вот она видите у нас часто у некая тоненькая и нужно ее увеличить так давайте сразу зададим наверное пунктов 35 например нет маловато пусть будет 50 пунктов нет тоже мало а 100 100 уже похоже на правду вот то есть нижняя фигура у нас теперь состоит из обводки видите да толщина 50 пунктов 100 пунктов в общем выделяем нашу нижнюю обводку и убираем лишнее нажимаем клавишу c таким образом клавишу си вернее на английской клавиатуре таким образом мы выбираем инструмент ножницы и вот в этих точках нажимаем левой кнопкой мыши один раз и второй раз то есть обводка поделилась на две части и вот эту верхнюю часть мы удаляем то есть осталось у нас у нас только нижняя часть обводки ведь она вот так вот сейчас выглядит не очень правильно не очень красиво и выбираем профиль переменной ширины нажимаем стрелочку здесь видим несколько профилей и выбираем самый первый вот таким образом мы сделали нашу корочку довольно мило и симпатично надеюсь понятно объясняю так сразу мы разберем эту обводку объект разобрать оформление объект разобрать все теперь это обводка у нас как заливка стала заливочкой вот она так пусть остается на своем месте пока что дальше что мы делаем дальше мы рисуем семечки вот цвет естественно черный выбираем и рисуем семечки через инструмент ellipse нарисовали какого-то размера немножечко повернули зажатой клавишей alt куда-то скопировали там чуть уменьшили еще немножко повернули то есть в моей иллюстрации они находятся так не совсем в ровном порядке довольно хаотично поэтому думаю с этим проблем не будет копируем перетаскиваем поворачиваем меняем как-то размер это конечно арбуз без семечек вкуснее но без них никуда так и сюда еще добавим небольшую семечку примерно так я думаю проблему вас с этим не возникнет там на свой вкус насыпьте семечек теперь добавим вот эти вот белые элементы они так скажем немного освежают весь рисунок делать это можно следующим образом можно через эллипс также выбрать только белый цвет и рисовать такие некоторые кружочки вот а можно а можно сделать проще выбрать вот такой вот инструмент кисть клякса их здесь три кисть кисть клякса и карандаш вот выбираем кисть клякса вызывается он горячими клавишами shift бить на английской клавиатуре и меняя размер кисти создаем такие вот белые точечки менять размер кисти на английской клавиатуре на английской раскладке кнопки закрытая и открытая квадратные скобки вот закрыт закрывающий скобкой мы увеличиваем размер кисти открывающий открывающийся как правильно не знаю уменьшаем все уменьшили тыкнули там чуть-чуть увеличили будет чуть дальше ткнули и так вот смотрим как глазу будет приятно так и ставим эти белые точечки теперь добавим блик вот такой вот блик красивый создаем выбираем обводку выбираем инструмент перо клавишей пить и рисуем некую линию под некоторым углом примерно параллельно ребру нашего арбуза не обязательно прям совсем точно в данном случае все нарисовали вот она наша линия и задаем ей некую толщину тоже на глаз смотрите ну пусть будет пусть будет 8 нет 10 пикселей 10 пунктов прошу прощения выбираем также профиль ширины нет наверно сначала мы ее подрежем также выбираем ножницы и разделяем на два блика но то есть вот как здесь видите один блик второй блик еще раз нарисовали прямую задали и толщину клавиша c либо инструмент ножницы и подрезали немного вот теперь выделяем эти линии и выбираем профиль ширины вот такой вот коротковатый блик получился мы немножечко переделаем вот таким образом сейчас должно получше стать да так посимпатичнее сразу все наши обводки разбираем объект разобрать оформление теперь а вот еще нарисуем вот эти вот две линии такие светло-красного цвета выбираем наш красный цвет делаем его немножко светлее опять выбираем перо и начинаем так не сильно задумываясь по ровности пером рисовать эту форму обошли вокруг замкнули форму выделяем нашу красную часть арбуза снова идем в мой любимый инструмент создания фигур через alt убираем лишние что-то как-то не сильно красиво получилось давайте поаккуратнее сделаю пером кстати это же можно сделать не инструментом перо а инструментом кривизна то есть он будет сразу нам задавать некоторую кривизну видите немного упрощает задачу в данном случае это подойдет все обрисовали выделили удалили вот как тогда немного поприятнее непрозрачный же я так и не задал да вот такая вот непрозрачность теперь у нас тут двойной цвет получается мы копируем через alt немножечко оттаскиваем назад слегка поворачиваем и увеличиваем можно также заново нарисовать как удобно непрозрачность немножко добавим и цвет сделаем чуть-чуть потемнее это все на вкус и цвет как говорится я делаю на свой вкус вы сделаете на свой но сейчас мне это не очень нравится а я здесь светлее сделал да значит сделаем светлее вот да сейчас поинтереснее опять выбираем нашу форму основную и убираем лишнее вот как то так да уже поинтереснее теперь нам необходимо нарисовать вот такую вот тень а сейчас расскажу каким способом я это делаю честно скажу я у кого-то на ю тубе подсмотрел этот способ вот у кого я сейчас не могу вспомнить если автор вдруг посмотрит этот ролик знает что я посмотрел у тебя не обижайся может дать мне знать выбираем какой-нибудь фиолетовый цвет там между фиолетовым сиреневым синим там плюс минус смотрите двигаемся ближе к черному нажимаем окей опять инструментом перо рисуем некую тень пусть она будет немножечко волнистая зайдет и на зеленую часть тоже обрисовали выделяем наши формы снова любимый инструмент создания фигур через alt убираем лишнее вот она наша тень но она сейчас заслоняет половину рисунка так что здесь острова то как-то это тоже мне не нравится ну да ладно пойдет так выбираем на режим перекрытие перекрытие в данном случае не пойдет а не сказал когда вот где у нас написано непрозрачность нажимаем ее и вот здесь вот режима наложения нашей тени на остальные слои вот тени чаще всего я использую либо перекрытие либо умножения вот в данном случае умножения подойдет лучше и задаем некоторую непрозрачность тоже смотрите на глаз как она смотрится не смотрится ну пусть будет 23 процента к примеру вот наша тень готова нет не 23 на чуть-чуть потемнее сделаем в районе 30 процентов до подойдет так что там у нас еще а у нас еще есть падающая тень все это мы группируем до надо падающую тень и цвет фона еще задать группируем сразу можно отцентровать панель выравнивания окно выравнивания либо вот нажав соответствующую иконку цвет фона тоже мы берем отсюда цвет фона вот такой вот код и просто выбираем инструмент прямоугольник задаем ему цвет который скопировали на том рисунке и просто рисуем размер нашего артборда и располагаем его этот слой вниз вот и все и теперь осталась падающая тень вот все что мы нарисовали только без фона мы сгруппировали вот она у нас сейчас группой нажимаем control c control f и вот эту нижнюю группу вот она там внизу мы через панель обработка контуров нажимаем разделение и объединение все и теперь наша вся эта фигура превратилась в одну в одно целое цвет пусть остается такой режим наложения пусть будет нормальный непрозрачность пусть 40 процентов в принципе нормально и вот падающая тень готова то есть мы эту группу скопировали вставили опустили ее за основной рисунок немного сдвинули вправо и вниз и задали ей цвет и непрозрачность все вот она наша падающая тень готова надеюсь объясняю понятно если что задавайте вопросы в комментарии или пишите мне в инстаграмм на ватсап куда угодно с удовольствием все расскажу отвечу так ну вот наша флэт иллюстрация арбузика готова можно сгруппировать все можно вместе с фоном сгруппировать тут уж смотря что от вас требуется и сохранять в любом удобно в любом нужном формате надеюсь было интересно надеюсь было понятно всем спасибо ставьте лайки подписывайтесь на канал до встречи обязательно будут новые уроки